Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емири и сегодня я снимаю для вас долгожданное видео. Долгожданное для меня конкретно, потому что я купила эти йогурты уже, наверное, дня три. И все собираюсь снять видео, потом я приполела, отложила и, в общем, это все осталось. Но мне самой было интересно попробовать все йогурты, которые есть у нас в супермаркетах, и сделать вывод, какой из них лучше. Здесь есть как самые дорогие, вот, Таниссимо, так и самые дешевые, где он фругурт, вот. Я буду говорить также и цены. Планировалось, что вообще будет 10 йогуртов, но так получилось, что их 11. Почему, я могу объяснить. У меня в холодильнике, оказывается, был еще один йогурт, который мама купила. Мама часто покупает йогурты, чтобы я просто кушала, витаминки и все такое. Я обожаю делать вот так. Вот я очень извиняюсь, но... Хотя бы одну нужно было сделать так. Вот этот йогурт, это один из самых дорогих. Это Даниссимо. И здесь вот такие вот кружочки. Непонятные. Это нужно посыпать в йогурт. Просто, кстати, потом перемешиваем. Делаем вот такую вот кашицу. Он достаточно такой, знаете, густой. Да я люблю, когда йогурт густой. Ммм. Они как печеньки. Прям, знаете, так хрустят во рту. Берем это, посыпаем сюда. Очень вкусно, реально. Они еще такие сладенькие. Еще розовенькие. Там были и шоколадные, и коричневые. Я решила взять розовые. Сегодня мы с вами будем выбирать лучший йогурт. А еще по ценовому сегменту разделим их. Это самый дорогой. И, если честно, мне он очень-очень понравился. В магазине был еще один йогурт, дороже, чем этот. Стоил около трех монат какого-то турецкого производителя. Но проблема была в том, что он был с грейпфрутом. А грейпфрут как таковой мне не нравится. Поэтому я решила не экспериментировать. Следующий йогурт. Это от бренда Савушкин. Опля. Так, не будем облизывать прям каждое. Это потом после видео оближу. А то еще захейтят меня. Савушкин тоже очень вкусный. Просто он более жидкий. Он стоил 60 копеек. В рублях я вам всем напишу. Ой-ой-ой. Вкусно. Но, если сравнивать с Данисимо, Данисимо вкуснее. Поэтому этот идет в эту сторону. Далее, далее, далее. Я знаю, что много кто любит именно бренд Чудо. У них даже есть и питьевой йогурт. Кстати, вот. Я когда покупала эти все йогурты, я специально пошла в большой супермаркет. И там еще был йогурт от Активия. Только он был питьевой. Поэтому я его не стала брать. Не знаю, насколько это правильно. Это нет. Я даже сначала положила в корзину, а потом убрала из корзины. Я подумала нечестно сравнивать вот такие йогурты с питьевым. Питьевые будем отдельно сравнивать. Итак, Чудо. Это, по-моему, с чем это? Ананас и персик. Здесь прям крупные кусочки персика. Как же это вкусно. Ну, опять же, в сравнении с Даниссимо, мне кажется, Чудо уступает. Я очень извиняюсь, конечно. Будем искать более сильного конкурента. Давайте начнем с распиаренного. Мне кажется, самый распиаренный это Активия. Потому что они тратят очень много денег именно на рекламу. Посмотрим, тратят ли они эти же деньги еще и на содержание. Так, у нас, значит, это с клубникой. Ой, как запахло. Как я обожаю йогурты именно с клубникой. Вот как открываешь, и такой вот аромат прям стоит. Ой, да вот так вот он выглядит. Он такой жиденький, вот, если вам видно. Боюсь ее опять разлить, но не суть. Давайте начнем. Немножко странная консистенция, я вам скажу. Тоже неплохо, но он, знаете, такой однотипный. Однообразный. Обычно он стоит около моната. Но я купила его по акции за 88 копеек. 12 копеек сэкономила. Но опять же он идет в правую сторону пока что. Далее, 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 далее. Давайте растишку. Попробуем окунуться в детство. Пахнет тоже обалденно. Ммм, вкусно-то как вообще. Это с яблоком. Очень вкусно, ребят. Просто невозможно вкусно. Это идет к Донисиму, однозначно. Далее, значит, самый бюджетный наш номинал, так скажем. Это фрукгурт. Он стоил что-то вроде 40 копеек. Вот. Я думаю, что он будет супер-супер такой жиденький. Обычно так бывает, знаете, дешевые йогурты, они бывают очень жидкими. А нет. С чем это с клубникой? Ну, этот прям явно так, знаете, клубникой не пахнет, если честно. Но он похож на что-то такое, знаете, натуральное больше. Разлила уже. Знаете, неплохо. Очень даже неплохо. Такой нежненький. Его тоже сюда. Дониссимо. Давайте вот так вот еще раз Дониссимо попробуем. Ммм. Пока что, да не символизирует. Вот хороший конкурент ему будет Донон. Тоже, знаете, такой распиаренный, так скажем, йогурт. Оп-ля. Это скиви. Очень вкусно. Прям чувствуется киви. Вот прям как будто я кушаю киви. Нежнейшие просто. Еще плюс здесь большой объем. Специально для таких, как я. Для нас с Фатей изобрели, наверное. Следующий йогурт, который я увидела в первый раз в супермаркете, в большой супермаркет я зашла, это фрутиз. Хочу отметить тот момент, что я брала разные марки. То есть, например, фрутиз был из яблока, был из груши. Я взяла, например, с клубникой. Я брала с каждой марки по одной штуке. Приступим. Здесь прям виднеются такие, знаете, частички фруктов. Ой, как вкусно. Кстати, он супер дешевый, 50 копеек в сто. Ты сюда, дорогой. Ты сюда. Далее, значит, российское производство. Это нежный, насколько я знаю. Так. Тоже, опять же, с клубничкой. Когда вот эту вот штучку не облизывают, у меня всегда болит сердце. Но так как я в прямом эфире, и меня будут смотреть минимум 35 тысяч человек, я думаю, что я лучше как-то культурно открою, отложу в сторону, а после видео начну все это облизываться. Нежный. Какой не пробую, я такая, ммм, как вкусно. Для меня вкусно все, ребят. Нет, это божественно просто. Однозначно в эту сторону. Однозначно. Потому что мне не нравится. Я отправляю в эту сторону. Вот я, кстати, даже не думала, что мне не понравится Активе. Вот он, Активе. Хорошо пахнет, но на вкус, знаете, не мое немножко. Далее, значит, Мила. Азербайджанское производство, насколько я знаю. Посмотрим, насколько крут отечественный производитель. Даже если будет плохой йогурт, я скажу, Мила, ты лучше всех. Давайте не будем. Ой, ого, как открывает солнце. Мне уже нравится. Нет, мне нравится. Однозначно. Нравится. И последнее. Данон. У нас уже, кстати, был данон. Это как раз таки есть одиннадцатый йогурт. Я купила десять штук. Потом увидела, что в холодильнике у меня лежат еще два. Один с клубника, другой с бананом. Оказывается, мамочка купила мне два йогурта. Я подумала, давай включу в это видео. Я специально не доедаю до конца эти йогурты, чтобы такого не было, что, например, первый йогурт я ем с аппетитом, потому что я голодная. А последний, может быть, даже он вкуснее, но просто я уже наелась. И поэтому говорю о нем, что он невкусный. Чтобы максимально честный был отзыв. Я каждого йогурта пробую по чуть-чуть. Ой, это тоже мне нравится. Вообще, если честно, плюс-минус, они все вкусные. Но, но. Вот этот механизм, он делается вот так. Господи, что же я наделала? Ну да ладно. Я как будто с горы спустилась. Делаем вот такую вот кашу. Кашица. И кушаем. Самый вкусный, на мой взгляд, это Донисимо. И самый дорогой, кстати, тоже. Он же. Ну, в общем, на первом месте у меня Донисимо. А второе место, я даже не знаю, кому дать. Ну, давайте второе место Донон. Получается, одни из самых дорогих оказались самыми вкусными. В целом, плюс-минус, все вкусные, честно. Просто я люблю, когда йогурт, он пожирнее, погуще. И чтобы в баночке было побольше. А так все они достойны победы. Мои красавчики. Сейчас вот закончу снимать видео и наброшусь на вас. Просто наброшусь на вас и съем все. Так. Вот так. Ну, все, наверное, съесть не смогу, но... В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайк Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok